здравствуйте эти ручки не берзли у вас есть вода холодная что-то парень говорит что бабушка ставишься с нами поедешь да на хендай ну поехали на хендай ну серьезно поедешь с нами поедешь давай одевайся пока пока он допросится боюсь и пока пока надо непременно из дома убрать подъяли кнопку я не понимаю что происходит испытать дорогу должен дима или нет на источник ты хоть 300 километров в один конец здесь 100 мы едем ради опыта выдержишь нет вот раз узнал пробежал один на автобусе дадим уже сейчас один на автобусе будет корс стоит да такой лишь лишь корс не хочет глушиться почему а ты едут поменяла уже да не ничего не а может открыть надо и заглушили другие текста сделал а не заглушилась там другой звук там а что я вообще не знаю пошла ты куда собрался а Холодно сегодня, блин. Как испытаешься за дорогу, 30 километров, 3,5 часа, без остановки. Назад садись, и все равно будешь спать. Субтитры сделал DimaTorzok Внимательно. Чего они даже рукой-то не помахали? Ну ты смотришь что ли? Мы стоим тут. О! Моисей! Деда Вася! Где это там? На весь рост стали. Да. Ну а что он Хонду знает? Ну ты не осталась, когда он не упал, значит. Угу. Сейчас Кузька машину заглушит. А где мать-то? Машину глушить пошла. Видела Dima лампочки? У-а-а! А что он у неё не глушится-то? Ну что-то не глушится, да. А-а-а! Ладно, давай. Ладно, давай. Так, печку. На газ потом переезд. Сегодня воскресенье, пойдем через Артинскую, Нашевскую. Я уже прибежалась. Ответи сама. А где там? А что надо? Не знаю, а что сейчас надо. Помахать надо. Алло. Только ты уже не помахала ребенку-то. А я не видела. Я бежала, машину глушила у меня. С рука что-то не получилось. Ну щас ты можешь помахать? Ой. Он стоит, смотрит, увидел тебя. Мама говорит. Мама говорит. Поехали. Так, надо это. Сейчас сколько я ехал. Клоти его сюда. Клоти его сюда. Мудраще. А ты что, его спать укладываешь? Мазя, мама, деда, а деда там, деда. Нам не видно, Вася, а деда, а деда, а деда, а деда, а деда. Или там, я не знаю, вот зимой-то дороги они чистят. На такую же тоже можно. На эту ты хрен-то его найдешь, там все заняты, там старики работают. Дефицитная профессия. Или вот эта, кстати. Парень молодой тут вышел, я испугалась. Думала, сейчас меня собьет. Это, как она, мусор, мусор. Мусороводство, да. Она, кстати, новая такая машина. Там тоже все занято. Мусор возит. Он, кстати, вообще мусора не касается. Там с ним двое чудо. Это понятно. Они этот мусор сгребли, а он опять же повез. Единственное, что такая машина неудобно. Это в отворы же надо заезжать. Это опыт нужен. Да, он жопой всегда заезжает. А то как, да. А я это испугалась. Я, короче, стою, мусор выбрасываю. А вот, знаешь, это... Да там опыт уже. Жопа залетает прямо. А здесь 43, 43, 8, то есть так и остался. А у нас 44, 50 уже стал. Вот и ТЭКа тоже, вот эти сидевики. Я испугалась, говорю, стой. А он такой остановился и выходит такой спокойно. Я говорю, вы вообще видите, что у вас там заделка? Я что, у него камеры кругом стоят. У него камеры кругом стоят. Я говорю, что меня пугает, я думала, все, сейчас несете мне машину. Он говорит, а вы что, тут еще полтора метра, я говорю. У него камеры кругом там сзади несят. Не, ну просто он залетел так. Я думала, ну все, сейчас. Здесь любят гаишники стоять все время. Кого они тут ловят. Столовая, я думал. Она уже два раза умирала, эта столовая. Ну, и опять работает. Вот, видишь, чистит дорогу. Вот, это С. Это С, да. У них, кстати, неплохо они зарабатывают. Ну, ты хрен попадешь туда. Да, вон какой там же дед-то ехал. Молодой парень едет. На мусорке тоже молодой. Нет, есть категория С, есть конторки такие маленькие, где вот, типа, катета. Вот, такой камазик. Все, сел на него и тоже на межгород бегать. Бегать. Тоже неделя, две в дороге. Вот паровозик пошел, который через нас потом пройдет. Да? Вот, да. То есть, вот он, это объездной путь, вот он, знаешь, где проходит? Он не едет. Он потом проходит, вот где пехотинцев под мостом, и сверху поезда-то идут. Вот он там пройдет. Объездной путь такой у нас. Вот тоже самосвачная стереть, коммуналка тоже, как, самосвал. Угруженный хорошо, видимо. Но вот спрет или мусорку. Но для этого надо полгода, надо денег заработать, надо учиться. Полгода учиться на С? Ну да. Забей в гугле, сколько сейчас учат? На обычные права два месяца учатся, а на С что? На С это вообще другая категория. Но он же водить-то умеет уже. Это не важно. Знаки знает. Это не важно. Это если сцена Б, тогда да. Ну там, про сути, тут только... Сцена Б, наверное, не учится. Как это? Вот там мы. Сцена Б, да, там... Блин. Стас-то здесь работает, да? Да, он везде. Он из этих салонов. Я один раз приезжал. Смотрите, сколько машин новых стоит. Это маленький? Да. Огромная стоянка. Здесь все дефицит, да, у нас машин? Вот торф горит. Запах пошел. Так, обучение на тройку, не в порядке. Так, паспорт, предоплата. Расстрочек один месяц. Сначала ос. А вот на эти машины, вот на эти машины, видишь, вот стоит бензовоз? Это Е. Это и мало того, что Е, и еще и допок у него. Что еще? Допок еще у него стоит. Что такое допок? Специальное разрешение для перевозки опасных грузов. Ну, не знаю. Ваня говорит, к ним приезжают вот эти вот... Газовозы. Газовозы. Но. Нет, кислоту к ним приезжают. На кислоту тоже допок. Он говорит, они нихрена не знают. А это другое дело. Одно дело знать, другое дело допок иметь. Как, говорит, пользоваться, как спускать, говорит, газ, как наливать туда. Ничего они, говорит, не знают. Ну. Поэтому, наверное, не учат даже. Два месяца на категорию С учиться? Да. Так. По сравнению с обучениями ГИБДД на территории автошколы, которая состоит из теоретического и двухпроектический автодром город. Интересно. А на категорию ЕС поучиться времени? Какой? У нас три месяца было. А, категорию... А на ЦЕЦ? Два месяца. Тоже два месяца. 19 тысяч. А, подожди. Камычай на категорию ЦЕ допускают с лицами еще один год стажа на категорию... А, ну это тоже так говорили. Ого. А у нас автошколы есть там? Я вот только знаю свою Lada Lux, которую я училась. Какие еще есть? Не знаю, это, конечно, не знаю. Звук включим. Звук... Сначала включим город, трасса. Здесь тоже любят камеру ставить. Ну вот, Клаксон тоже вроде хорошая автошкола. Важно не какая автошкола, а важно сдать. А он пойдет вообще? Он согласен? Ну, я предложу ему, вот, еще такой вариант, чтобы пойти на категорию ЦЕ, сдать на турку. Скажу, сможешь тут. Диапазон как? Ну вот, давай посмотрим, какой мусоровозный требуется. Ну, там требуется, да, но там отбор. Вот КамАЗ и Муслава, в принципе, тоже категория ЦЕ. Габаритная длина 10 метров. А, туда что ли? Налево? А, ну, стой, что он не сможет развернуться. Я понял. Что, камера стоит здесь, да? Да. Водитель категории ЦЕ, запятая Е. Ну, видимо, и так, и так, и так, и так. Контейнерное направление опять через два. Группа компании МДС. МДСки? Категория ЦЕ, запятая Е? Да ты че? Ну, у них разная ручка. ЦЕ поедине. Нет у них там никаких этих... МДСка, это бывшая. Не габаритчики теперь, они как-то не равозят. И не габариты тоже, так сказать. У них, кстати, была самая высокая зарплата в городе, но... У них такие требования были, просто капец. Там чуть ли не, знаешь, длинноногий блондин, блядь, знаешь, это... Такой... С длинным членом, с большими яйцами, понимаешь, чтобы у него это... Ну, такой... Ну, такой отбор был вообще до этих водителей. Но не габариты. Бывший пост ГИ. С поворотом на Калюткину. А, вот тут дядя у вас живет. Это большие брусяны. Малые брусяны находятся на Тиминском тракте, первой деревне. А большие брусяны уже здесь. Не живет у него там сад. Через один километр, 500 метров, поверните направо. Что тут понастроили? Давно тут не был я уже. Дома-то, как они были, так и остались. Только дорогу расширили здесь. Дорога узкая была. Вот. Цветофоры поставили. Кнопочные, да. Здесь пошире сделали, да? Тут не было вот этой вот... В этом магазине я постоянно останавливался за продуктами. В 90-е, в 2000-е начало. Этот мост, он был узкий. А теперь, смотри, он широкий стал. Да. Вот на Мазис Каменска-то я ехал. Жигуль-то мне схерачился уже в бочину. На улице Ленин. С жопой. Там он подальше, там на выходе будет горка. Вот там. Он в поворот заходил, короче, его жопу занесло. Как дал он мне жопой. По бочине, по моей, по бамперу, блин. Верните направо. В колесо, в бак. Прямо 37 километров. Подъем будет сейчас. Вот здесь. Потом он пошел и его начало крутить. Сначала его так занесло. Потом он вывернул. И бочиной вот здесь, вот в этом месте, мне дал. Бабах! Удар такой, блин. Ничего, я с ним не было. А что с ним что сказал? Он все. Извинялся. Говорит, ну что? А что сделать? Претензий не имею. До свидания. У меня там фонарик был. Он в колесо основном ударился. В заднее. Фонарик немножко там. И колесо удар-то было. Это как раз вот было в том рейсе, когда вот у меня вышла история моего дальнобоя. Я на Мазе-то поехал в Кострому, потом в Питер. Вот это как раз с этой трубой я и вруженный в Каменску-Уральскому загрузил. С ней ехал. Вот эта шестерка долбанулась. А потом немножко проехал. У меня, короче, застучал движок. И она еще в сервисе простояла. Поршень меняли с головкой. Вот. И все. И потом я поехал уже. И вот это у меня видео вышло первая часть. Все, ряду не мплэр. А мне можно 90-го? Ну, у тебя степень сжатия маленькая, поэтому... Или без страсти? Можно, да, 92-й. Так, ну... За курсом обучения двигателя строения и использования топлива в двигателях внутреннего сгорания мы доехали до Каменску-Уральского. Которая слушала, слушала и ничего не поняла. Да. Нет, ну, немножко. Вот Каменск-Уральский. Изучали, на каком бензине машины ездят, и почему, и как на газу ездят, и почему, и какие двигатели надо с завода. С завода ставятся для использования газа, какие потом переделываются. И ничего не поняла. И сразу полезно в телефон, давай искать дни рождения у кого, праздники... День отца. Ну вот, я и говорю. Сегодня? Не знаю. А я могу дать олик поздравить. Она забыла. Вот эта вышка 5G, нет? Нет. Вот эта. Да нет. Ну, обычная. Вот, Женя, будешь смотреть, вот эта кислородка, как у тебя там, короче. Сейчас, вернее, уже оптовая база продукта, а раньше здесь была кислородка. Кислородная станция. Закрылась она, и все. Здесь что такое? Техосмотр. А, это завод ОЦМ, по-моему, здесь. А техосмотр я уже прошел, мне нужно засрать. А это что такое тут? За эстакады такие? Да, есть такой техосмотр. Техосмотр здесь, скорее всего. Да, блин, по-новому праву техосмотр проходится, блин, вообще. У них народу нет никого. Сейчас надо, когда пускай проходить техосмотр, когда народу нет, они любой ценой заезжают, только к нам. Неважно, пройдем все эти космотры. Хоть как. А денег сколько? 700 рублей у меня взяли. Вот он, завод ОЦМ заезжал. Вывозил отсюда, знаешь что? Завод по обработке цены, да? Да, ОЦМ. Знаешь, что я отсюда вывозил? Никель в слитках. С охраной, с машиной сопровождения, короче. Две тонны я вывозил никеля отсюда, в слитках. А спереди, сзади машина, короче, с охраной у меня ехали. На Каммазе. А до куда ты вез? До Екатеринбурга. До Ревды, вернее. А там же надо было не сдать? Ревдинский завод ОЦМ, они там смешивали никель с медью, что ли там. Трубу какую-то делали специальную. А если бы ты свернул случайно? Да нет, я свернул, да что, не в этом дело. Бандиты, чтобы не напали. Не, они отобрали. Знаешь, что он стоит, это? Две тонны никеля. Две пачки слитков такие, знаешь, погрузили мне. Дима, просыпайся. А то мы сейчас опять приедем, ты это. Димуля, Петяночек, уже приехали. Просыпайся, зайка. Ну и по сути все, дальше тупик. Ну это уже все, окраина здесь. Да, на страничке. Да. Стоянка здесь. Потому что мы едем в этот санаторий. Угу. Дальше движение запрещено. А, мы приехали? До конца машута, осталось 200 метров. А, чисто ключ. Вот они, спортсмены все. И здесь. Ой, этот он, вальчик. Сема или кто-то? С ним тогда потерялся он, помнишь? Это тоже наша девочка. Вот запас, только за жопой. Ой, Людмила Анатольевна, Дим, смотри. Людмила Анатольевна, говорю, вот. А, вон в уголочек. Или куда ты хочешь? Ну, вот сюда уже пристану, чтобы я не мешаться. Что-то я хотел заехать сюда. Не получится. Не успел. Ой, Анастасия Алексеевна тоже был. Вот видишь, все твои спортсмены. Можно источник ехать? Я всю дорогу проспал. То есть ты сел там, да, а проснулся уже трен знает где, да? Ходят, блядь, штаны в обливку. Ну, все, сломала. Я ничего не делала. Это ты сделал? Что я сделал? А что я сделал? Я ничего не делала. Чудо слетело? Ты продана? Ну, да. Что-то я просто заела. Проверим еще раз. Сейчас я ее закрою так. Нормально все. Ты, наверное, скорее всего, руку подставил, и она поняла, что какое-то препятствие. А, она так не закрывается? Нет. Все, погнали. Так, как термос нам было по-хорошему, если все. Да? Угу. Да. Ну, в тот раз с папой приехал, и сразу побежал. Папа, у папы лазуй. Ну, давай, да. Разменка. Хоча, хозяина. Угу. А мы с Ириной не радом, а ты. Суйте, чем-то. Угу. Ух ты. Все. Я-то тут нечего. Не-то мало. Угу. 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 Горло обжег Ковар издают Вот здесь информация висит, ему надо ходить сюда почитать внимательно Я буду спрашивать себя, что там было Пошли Пошли, я там переставлю Перчатки Какой номер получился? По М10 бежишь, что? Некрасивый Через час Давай, Дима, подожди Надо проверить его, почистить Вроде не надо Ты в куртке или в куртке побежишь? Да, да Света стоять Еще 300 миллионов раз прошел А где еще одна? Дима Где еще одна? Две жду Две жду Две жду Две жду Две информации Две информации Ты что, одну потеряли, что ли? Две жду Две жду Две жду Две жду Штрих вход на шапки Зачем? Зачем? Это он сам приклеил? Зачем? Шапка такая А штрих-код на шапке Зачем не нужен? Штрих-код Вот информация Две жду Зачем не нужен? Штих-код на шапку Штрих-код на шапку На лицепеде тут покататься нормально На электродиспеде покататься не нужно 1310 метров 7кп Шли они туда, он стоит в Финдай, линза вкорячена в фару Кузька похоже машину потеряла, не может найти никак А что вы ходите туда-сюда? Да мы и хотели тренера найти Ты видел его, он говорит, бежал тут где-то Я ему кричал, говорю, Дима быстрее давай быстрее Он тебя видел, он говорит, меня должен был дедушку Вот здесь он пробегал вдвоем с каким-то пацаном, пацан с ним бежал какой-то, мокрый весь, красный, смотрит в листочек по сторонам, на гору посмотрел туда, он что-то Потом побежал туда, за эту будку забежал туда Вот за будкой было КП А он говорит, меня должен был дедушка видеть Да Да Долбанулись Ну так тихонечко, не сильно А крыло там где? Не сильно Там даже больше, мне кажется А тут часто Один поворачивает, другой на обгон идет Немного на трассе Немного на трассе Немного на трассе Ну все Набрались до города Димасик спит Что с этой стороны, что со стороны Московского тракта Город встречает не частным сектором, а сразу высотками, хлоп нахрен и все А вот с Серовского тракта частным сектором встречает город Видели он город? Там мост Вот здесь же мы забирали Хонду-то С автовоза Вот там мы стояли А здесь вот туда Заезжал автовоз сюда Заворачивал Грязный весь, ночь Здесь мы принимали Хонду На этом месте Вон как я сам угоняю Да Они сами угружают Загружают Утро Солнце уже садится А нет У дедушки штаны какие-то новые Какие новые? А? С манджетами Откуда эти штаны? Это вот такие А это весь костюм? Прикольно Они как снотворные Скорее все они Наоборот класс Я еще удивляюсь что их до сих пор не разбили А что их надо разбивать? У нас люди ненормальные Могат да разбить Хочу тоже спать О! Вас ждет посылка О! Вас ждет посылка О! Тоже спит Конечно Все спят Да Все спят Отсюда дедушку смотришь там Да я смотрела Открыс Возку сюда положи Молодец У меня он даже дверь откладывается Молодец Молодец Вот я буквально 15-15 Да? Масюша болеет В смысле Масю заболел? А здесь болеет Там на видео помнишь температуру? А вы его купали в горе Он говорит Ой не говори Ну как это Монакеш Кто знал О! Нет Слушай мы потом могут Служить мое Ной Ной Слезли Хорошо Молодцы вы Удали его Удали его Черт его материте Да ной Они не помогут Они снова вырастут Ну он какое-то время Хоть дышать сможет Ты хочешь чтоб у меня голодание Мозга была кислородная? Вон Вкуся Мойка здесь Я вымою Вот видишь как Дима Ты свою жопу моешь Нет Что нет? Отстань Че? Не папа не деда Нет Нет Ты долго еще будешь сидеть? Давай жуть побыстрее Тоже Ты че съел то? Еду кормить что ли? Вот Вся надежда на него у меня Голодный меня оставит Деду любит, а? Это не Дима А че тогда с Димой был на этом? Дедушка пошутил неудачно Да не знаю Я уже не помню я Как неудачно? Я вообще ничего не говорил Это Злата что-то на Диму А Дима на меня А Дима точно А Дима с Нашей Да А Дима Вот так Ладно Длинный садя день у нас такой Да 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 Выгоним всех К чертям собачьим Не пустим ни одного Вот А они сначала заношались А то что там страшно? Ну ладно Будут трепаться Как и руду говори Вилсов? В дырках Ничего страшного Ничего страшного Ничего страшного Ты ж мужик Что у него? Порвалось что ли? Ну Ковыряешь то зачем? Я зашью потом оставь Давай доедай картошку Папа Не ковыряй Не ковыряй Давай ешь Ну что ж вы стоите? Пап ну корми его сам Ну что ж Ну что? Покорми Чтобы я могла посидеть Хай видеть Ну 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 Я уже Не могу Водичку надо? Попробуем Я что-то надо Будешь? Прожуй 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 Не будешь пить? Не будешь пить? Ой Какая красота Ой Зато Будешь приходить в гости И слушать Кузов Чистыми Вы не туда его поставили Как же я играть то буду? Несите его к окну Не планишь иметь наружу Короче Я тебе натыкну сейчас здесь Сам возьмешь О Какой чудесный инструмент А что же вы его так задвинули? Рояль должен стоять посредине Я знаю Я видел На картинках Он всегда так Дима В чем дело? Чистыми Чистыми Переносим Рояль Центр комнаты Опять? Что значит опять? Спасибо Каркарыч Ты самый умный Чистыми Пошли Чистыми 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 Сегодня в кулинарии У меня выходной У меня сегодня выходной в кулинарии Сейчас будешь капусту резать? Сошка решила сделать рагу кабачковое Да? Да Кабачковое рагу Так и называется Кабачковое рагу Что кабачковое? Кабачное Тут же все овощи А если все это дело Перемешать этим Блендером Получится икра Фуууууууууууууууууууууууу умака Пуууууууууууууууууууууаууууууууумуууу у добавки Конечно, с удовольствием. А значит, рагу-то есть и выешь, что ли? Не, рагу понятно. Но кабачковая икра, конечно, это вещь. Ну, как кабачковая икра. А овощная она, овощная икра. Так, ладно. Сейчас, похоже, подшипник накрылся. Достанет оттуда. Посмотрим. Нет, это был неподшипник. Мне к этому попало. Ну, в общем, короче, подзвонила мастерам. Значит, замена подшипника пятерку стоит. Пять тысяч, от трех с половиной, короче, до пяти. То есть, говорят, три с половиной только работа. И две, наверное, две с половиной запчасти. Плюс, короче, нахер. Буду сам разбирать. Вот, и это. Просто раз я разбирал, психанул, потом вызвал мастера, нахер. А теперь, когда психанул, надо сразу подумать, вспомнить про пять тысяч. И дальше разбирать. Ну, что делать? Выхода нет. Что, блин, как-то переволновался, что ли, блин. Переживаю по поводу завтрашней переборки, стиралки. Время, блин, час ночи. Полежал немножко, что-то нихрена. Не могу уснуть. Плотно. Пришел опять своток, смотрю. А, солнышко? Здесь вот у меня, вот, пришел ко мне. Тоже не спится, да, тебе? Тараканом сейчас убил, блин, большого, рыжего. Это будет тяжелый день. Пока солнышко в туалете. Я тут достал стиралку. Ничего сказать, алюминиевый. Тихонечко разбор идет. Я уже снял противовесы. В принципе, осталось снять только амортизаторы. Открутить. Внизу, да, если туда как я подберусь, туда, блин. Снять с ним амортизаторы. Блин какой-то, блин. Лишний болтик. Дельной положим. Вот. И пружины вот эти скинули. И скидываем барабан. Отцепляем мотор. Подшипник ухана. Так, ну все, я сдернулся. Порез на балкон. Я уже буду повоять. Вот, в принципе, и причина. Вот она. Подшипник ухана. Сальник весь нахрен сгнил. Полностью нахрен. Вот. Он что, блядь. Поэтому все она и это. Поэтому она все обносит. Накрылась. Отмывать надо все. Чистить. Я разбираюсь с утра. Пока солнышку на работу вести. Чтобы подшипники уже. Сальники сразу заказать. Не заказать, а в смысле заехать купить. Все. Выколотил подшипник. Вот в таком он состоянии. Конченный. Понял, один 205-й, один 204-й, да? Ну, сейчас я помою. С собой возьму. И сальник. Соответственно. Ну, сальник тут брать уже нечего. Тут ничего не замеришь. У него уже ничего-то не осталось. В общем, короче, в связи с тем, что вот эта сама посадочная под сальник, она всяко розировала полностью. Дальше, значит, тэн. Весь уже тоже закончился. Короче, решили мы взять новую машинку. Тоже Самсунг. Ну, что, она уже 15 лет отходила, блядь, уж пора ей на пенсию, блядь. На свалку, вернее. Входить. Мотор сохраню, там, эти запчасти какие-то там. Пособираю, остальное, нахер, выкину на помойку, блядь. Что делать? Делать нечего. Ну, все, в общем, это все отправляется в утиль, на помойку. Все на помойку. Восстановлению не подлежит. Ну, подлежит, но только уже на специальном оборудовании. Этим заниматься не буду. Короче, покупаем новую стиралку. Не паримся. Ну, все, барахло я забрал. Тележка, молодец, блядь. За два захода всю стиралку вывезла. Все, что-то не осталось. Сейчас здесь немножко приберусь. Накину. Блин, забыл эту херню. Ё-моё. Ладно. Накину потом, сейчас подъезд принесу. Все, заказал новую стиралку. После завтра привезут.